Тема сегодняшней лекции у нас – социальные изменения. Прошлую лекцию мы закончили на том, что становление снимается, и в результате снятия появляется какое-то спокойное и простое. Что? Это называется наличное бытие. Наличное бытие – это означает, что на лицо бытие ничто не видно. То есть, если вы будете брать такое сравнение – вот горит костёр, видно пламя, а потом образуются угли и сверху засыпают пеплом. И вот жар ещё более сильный, чем у пламени, потому что у пламени 500 градусов, а у углей 800 и до 1000, и до 1100. А сверху пеплом всё прикрыто, и его не видно. Вот так выглядит, или так можно себе понимать, представлять, что такое наличное бытие. Потому что раз наличное бытие есть результат снятия становления, вот это результат, это спокойное и простое, но в нём, в нём внутренний жар есть, становление в нём есть. Точно так же, как в каждом человеке есть его родители. В вас родители есть. И бабушки, и дедушки, и вообще всё человечество в каждом человеке есть. Вся история человечества. Потому что раз вы являетесь результатом вот этой цепи событий, которые привели к вашему рождению, то в вас всё это содержится. Точно так же, как и культура. Культура сегодняшняя, она в снятом виде содержит всю предшествующую культуру. И определяется культура как культура, это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Ну вот, это мы говорили о снятии становления. А если взять примеры становления, то переход от одной формации к другой можно назвать становлением новой формации. Было становление рабовладельческой общественно-экономической формации. Это была эпоха перехода от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Было становление феодальной общественно-экономической формации. Это была эпоха перехода от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной. Потом была эпоха перехода от феодальной формации к буржуазной. Это становление буржуазной общественно-экономической или капиталистической общественно-экономической формации. И, наконец, наша эпоха, эпоха перехода от капитализма к коммунизму, эпоха пролетарских революций, эпоха диктатуры пролетариата. Это становление коммунистической и общественно-экономической формации. Вот мы очень абстрактно излагали эту категорию на прошлый лекс, очень абстрактно, без примеров. А на самом деле нельзя объяснить вообще, нельзя изобразить движение общества без этого самого становления. И вот это становление, новые формации, это и есть с одной стороны эпоха, а с другой стороны это, собственно, и есть революция. Революция это и есть переход от старого общества к новому, от старой формации к новой. А если есть обратный переход, это контрреволюция. Потому что, если мы возьмем историю, скажем, буржуазной революции во Франции, то там сразу за революцией шла контрреволюция, потом снова революция. И, так сказать, зигзай и такие движения истории имеют место. А мы же должны с вами логически видеть, где, собственно говоря, движение вперед исторически. Революция это локомотивы истории, это и есть движение вперед. Поэтому, скажем, то, что сегодня там болтает про оранжевую революцию, это никакая не революция, да и никакая она и не оранжевая. Это, так сказать, применение приемов организации реакционных режимов. Это фашизм на экспорт, этот вывоз фашизма на экспорт. Это дело Соединенных Штатов Америки, которые у себя внутри имеют демократию, а в отношении Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, нацелились уже на Сирию. И под прицелом находится и Россия. Они бы хотели создать реакционный режим, который бы шел в эльватор Соединенным Штатам Америки. Вот каких изменений они набиваются. Но мы с вами сейчас уже говорим о наличном бытии, если у нас есть наличное бытие. Если я говорю, что есть наличное бытие, оно результат становления. Раз оно результат становления, в нем есть становление. В нем где-то так скрыто не видно, но скрыто есть. А в становлении есть и ничто. Вот такое ничто, которое в становлении, называется небытием. Небытие – это ничто, которое в наличном бытии. Вот небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Вот я, так сказать, еще одну абстрактную категорию увожу. А теперь, как она применяется? Возьмите книгу. Страница какого цвета? Ну, белый, да? Но если там будет только белый цвет и не будет противоположного, черного, то есть не будет небытия этого белого бытия, то в этой книге вы ничего не прочтете. Есть выворотная печать. Иногда в газетах применяется. На черном фоне белыми буквами пишут. Вот, если вы черные осветлите, то есть если на черном будут какие-то белые буквы, это будет определенность. Или, как говорил Гегель, светлые надо затемнить, а темные надо осветлить. Тогда можно что-то различать. А если вы будете иметь что-то абсолютно темное, кромешную тьму, там нечего различать. А если вы будете иметь абсолютный свет, вот как сейчас говорят, мы сделаем прозрачные урны, у нас все будут наблюдателями, и у нас будет абсолютный свет, что говорил по этому поводу старик Гегель. Он, конечно, про наши прозрачные урны не знал, и про веб-камеры ничего, но он говорил, что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. То есть, скажем, человек, который прочтет все, что есть во всех библиотеках, как вы думаете, что у него будет в голове? Ученым он от этого не станет. Или, как говорят философы, многознание уму не научает. Умный человек – это не тот, который просто много читал, а умный человек – это просто начитный человек, который много читал. А вот библиограф знает, где и что находится в какой книге. А умный человек, который настолько способен и настолько начитан, что он самостоятельно может приходить к правильным выводам. И вот наш курс нацелен на то, чтобы мы не только читали, а думали бы над понятиями, не пропускали бы понятия, думали бы, если это революция, так это переход от низшей к высшей формации. Это переворот во всех отношениях, и в экономических, и в политическом строе, то есть в государстве. Это вообще приход к власти более передового класса и не изложение реакционного класса. Или наоборот. Если это контрреволюция, значит, пришли представители прошлого класса, а их, скажем, в мире просто уже нет. Как в Египте могут прийти феодалы, если феодалов там уже нет? Они уже прийти не могут. А в сознании может быть контрреволюция на Ближнем Востоке, потому что сознание может быть и феодальным, и клирикальным, то есть связанным с религией, и запутавшимся в этой самой религии. Вот теперь мы говорим уже не вообще о наличном бытии, а всякое бытие является определенным. Вот, скажем, всякий человек имеет какой-то рост. Я возьму этот рост и начну отдельно рассматривать от человека. Это будет его качество. Или возьму, есть умный человек, я возьму его ум и буду ум рассматривать. Или человек двигается, я движение этого человека буду рассматривать. То есть я его определенность делаю специальным предметом рассмотрения. Как только я его изолирую, вот это называется качеством. Качество – это первая непосредственная определенность, изолированная сама по себе. Вот иногда люди, в том числе и аспиранты в вузах, очень любят писать, что мы пользовались качественным анализом. Это, так сказать, с изыском пишется, что как будто это что-то такое большое и великое. Это самое элементарное. Ну, понятно, что рыбу вы должны отличать от мяса. Мясо вы должны от бревна, от воды и так далее. То есть, всё, так сказать, всякое бытие является определённым бытием. И надо видеть, в чём его определённость. Вот это и есть его качество. Но качество можно взять двояко. И как положительное, и как отрицательное. Вот можно про человека сказать умный человек, а можно сказать не дурак. Можно сказать про девушку, что она красивая, а можно сказать не дурна. Вот как хотите, чтобы про вас сказали, что вы умный или что вы не дурак. Я предпочитаю лучше, пусть скажет умный. И девушки, думаю, предпочтут, чтобы они сказали, что они симпатичны, а не то, что они не дурны. но на самом деле любое качество может выражено быть и так и так высокий это не низкий толстый это не худой и так далее узкий это не широкий а широкий это не узкий вот когда мы говорим в положительном плане умный это реальность в отрицательном пламя то есть не дурак это значит это отрицание но это одна и та же определенность она по-разному выражена вот это вот одна и та же определенность поскольку она одна и та же надо понимать что это не отдельные определенности это разная выраженная одна и та же определенность правда у нас некоторые говорят про реалии у нас есть современные реалии такой категории философии нет это люди которые где-то около стояли философии или около философов стояли или ехали в трамвай вместе с философами вот они говорят реалии хотя это вот я слышу от очень больших политиков ну таковы реалии сегодняшнего нет таких категорий А категория реальности есть, и эта категория реальности связана с категорией отрицания. Но если вы рассматриваете чью-то определённость, то есть качество, то поскольку вы её рассматриваете, значит она есть, а раз она есть, значит она бытие. Поэтому это видимость, что отдельно есть бытие, а отдельная определённость – это действительно только видимость. На самом деле нет отдельно бытия, нет отдельно определённости, а есть только определённое наличное бытие. Все, что мы видим, что мы наблюдаем в обществе, это определенные наличные бытия. Например, нет государства вообще. Нет. Есть государство рабовладельческое. Раз. Оно появилось первым, как только появились классы. Потом появилось государство феодальное. Потом появилось государство буржуазное. И мы видели государство диктатура полетариата советское. Все. Четыре. А нет просто государства. Или некоторые думают, что можно изучить законы вообще производства. Нет законов у производства, потому что производство есть абстракция. А есть производство феодальное, есть первобытное, коммунистическое, есть рабовладельческое, есть буржуазное и есть коммунистическое, которое вышло уже из капитализма. И вот производство, каждое производство конкретное, имеет свою сущность, имеет свои законы, имеет свою природу. А просто о законах производства. Ну, это общие законы, что мы что-то делаем и что-то получаем. Что-то затрачиваем, что-то получаем. Или, как сейчас излагают, есть ограниченные ресурсы, мы эти ресурсы расходуем, и в результате получаем полезные вещи или полезность для себя. И это, так сказать, такое элементарное или пустое изложение производства. На самом деле, если мы хотим углубиться в какое-нибудь производство, в какое-нибудь общество, надо брать конкретное общество. Также я, конечно, могу про каждого, слушающего эту лекцию, сказать, что у него есть скелет, у него есть мышцы, у него есть кожа, у него есть глаза, нос. Но мне хорошо, что я сижу вдалеке от тех, кто сидит за компьютером, и никто не может бросить в меня табуреткой или каким-нибудь предметом. Потому что если я такие истины буду изрекать, что у каждого что-то есть, на самом деле каждый человек уникален. Каждый человек – личность, и поэтому в нём есть то, чего нет в других людях. Нет таких людей, которые бы во всём повторяли бы другие. Но, тем не менее, каждый человек, какой бы личностью он ни был, представляет собой определённое на личное бытие со своей определённостью. Например, один, так сказать, имеет один характер, другой – другой характер, один, так сказать, человек, действие другой, любит дольше обдумывать или, может быть, не склонен к каким-то действиям и так далее. Люди все разные. Но каждое определённое на личное бытие может быть названо на лично сущим. Вот Гегель употребляет понятие на личное сущее, чтобы подчеркнуть, что одно и то же выражается и как существительное, и как определение, как прилагательное. Например, привезли раненых. Раненые – это существительное или это прилагательное? И раненые – это отвечает на вопрос «что?», и отвечает на вопрос «какой?». На лично сущее? Или просто «нечто?». Вот обратите внимание на эту категорию «нечто». Вот когда мы говорим об изменяющемся, об изменениям, вот мы тогда применяем это к категории «нечто». В категории «нечто» воплощено всё то, о чём мы до этого говорили на предыдущих трёх лекциях. «Нечто». Посмотрите, в одном сидит «не», нахально впереди, а в целом категория считается положительной. Вот согласитесь, что «нечто» – это положительная категория. И тут не «не» отдельно «что», тогда было бы отрицание, а вот они соединены вместе, но они внутри не могут уже ужиться «не» и «что» – это противоположности. Поэтому тут драка неизбежна, но логическая. Драка, которая отражает процесс борьбы, который есть во всём, в любом определённом наличном бытии. В любом процессе, и в производстве, и в отношениях среди членов коллектива и так далее. Что значит «нечто»? «Нечто» – это значит, оно есть. Раз оно есть, то оно на личное бытие. Раз оно на личное бытие, оно результат снятия становления. Мы идём назад, вспоминаем, что мы проходили с вами. Раз оно результат снятия становления, значит, в нём есть становление. А в становлении это есть, кроме бытия, ещё и «ничто». А где «ничто»? Значит, это нечто должно быть представлено как становление. А оно у нас просто как бытие. Значит, оно у нас представлено неполно. Мы должны представить его как становление. Поэтому в этих случаях, в общественных исследованиях говорят, что нечто есть в себе становление. Но еще пока оно не положено как становление. А что значит в себе? Это значит, что оно должно развернуться как становление. Вот можно сказать, что капитализм есть в себе коммунизм. Почему? Да потому что в нем производство носит общественный характер. То есть слово коммунизм отвечает. Люди тоже работают в целом на все общество. И общество работает на них. То есть отношения людей все носят общественный характер. А присвоения частные. Поэтому вот это противоположное здесь имеется. Значит можно сказать, что капитализм есть в себе в коммунизм. И рабочий класс заинтересован в низложении этого строя и в построении другого строя общественной собственности в положении коммунизма. А вместе с ним в этом заинтересованы и все трудящиеся. Следовательно, можно сказать, что капитализм есть в себе коммунизм. То есть из него неизбежно должен произойти коммунизм, что и произошло в соответствии с тем, что предсказывали, научно предсказывали и Маркс, и Энгельс. Они же это не просто гадали. Это же не религия. Вот они изучали капитализм. Из изучения капитализма вывели то становление, которое есть в капитализме. И, следовательно, вывели и мысль о том, что неизбежно из капитализма будет рожден коммунизм. А у Ленин такую формулу для коммунизма или для социализма, как ее низшие фазы изобрел или вывел, он рассматривал монополистический капитализм. И изрек следующее, это очень важное положение, что единое капиталистическое монополие, но обращенное на пользу всего народа. И потому переставшее быть капиталистической монополией означало бы социализм. То есть социализм это не что-то такое, так сказать, просто высокое, великое, хорошее. Нет, это вот результат движения монополистического капитализма. Только эта самая монополия должна действовать не в интересах монополиста, не в интересах отдельных частных собственников, капиталистов, а в интересах всего народа. И это тогда будет социализм. То есть социализм, так сказать, он вырастает из современной экономики. Все движется, все изменяется. И вот я уже в самом начале, когда приводил пример в самые первые лекции о том, что вот все надо рассматривать как изменяющиеся, что как равенство с собой и как неравенство с собой. Здесь могу только сказать, как это называется. Равенство с собой называется в себе бытие. Это странное такое название, кажется, на первый взгляд. И пишется через черточку В, черточка себе, черточка бытие. Так у Гегеля это называется в науке логики. Неравенство с собой – это бытие для иного. Вот у нас, например, есть такие политики, которые представляют собой бытие для иного. Они живут в России, ненавидят свою страну и все время думают о том, как помочь Соединенным Штатам Америки и в том, чтобы мы в Келеватор построились за этими самыми Соединенными Штатами Америки. Они есть бытие для иного. Они у нас, это наши люди. Наши в смысле того, что они у нас находятся. Но они, так сказать, даже страну свою называют. Не наша страна, а и эта страна. Они как бы временные здесь, хотя всю жизнь могут тут и прожить. Это вот бытие для иного. Но это бытие для иного соединено со всеми нами. Они у нас здесь действуют. Они у нас выступают на радио, на телевидении, проводят митинги. Поэтому мы не можем сказать, что это не наши граждане. Это наши граждане. Вот такое у нас общество, в котором есть некое бытие для иного. А есть в себе бытие. А в себе бытие – это равенство с собой. А что значит в себе бытие? Вот я уже говорил о том, что язык, он очень, так сказать, хорошо отфильтровывает то, что не подходит, и сохраняет то, что подходит. Вот говорят, вы сейчас не в себе. Это что значит? Значит, вы не равны самому себе. Или придите в себя, и тогда начинайте говорить. Что значит прийти в себя? Стать равным самому себе. Или я вот сейчас говорю, так сказать, читая вроде бы учебную лекцию, сейчас начну кричать на тех, кто слушает, что вы там, неужели вам непонятно, что я сказал? Это что такое? Это значит, я вышел из себя. А вы скажете, ну вы придите в себя и продолжайте, не надо выходить из себя. То есть вот это вот выражение «в себе бытие», на самом деле, вот посмотрите на этих языковых примерах, видно, что оно связано как раз с тем, что в языке-то народ-то понимает, что в себе бытие – это равенство с собой. Да ты в своём уме, так сказать, ты в себе или не в себе. Вот как это стоит. Это вот название для этого дела. Это изменение. Изменение, изменение касается чего? Они касаются бытия и определённости. И раз они касаются бытия определённости, надо сначала увидеть, что вот кроме тех двух моментов, которые мы уже различили – равенство с собой и неравенство с собой, надо понять, что они не просто вот так, это равно, это не равно. Это же единство. А раз единство, то в неравном есть равенство, а в равенстве есть неравенство. Так вот, нельзя ли взять равенство с отрицанием неравенства в самом этом равенстве? Вот у каждого человека есть что-то внутреннее, своё, что его характеризует, и есть его недостатки. Он борется с ними, значит, он их отрицает. А раз он отрицает, то он тем самым выходит, так сказать, к этим недостаткам, выходит вовне. Вот такой момент сохранения себя через отрицание своего отрицания называется «внём бытие». Или просто «вэ». Ну, уже, короче, по-моему, излагать просто нельзя. До буквы дошли. Просто «вэ» – «внём бытие». А когда вы говорите, что значит «в бочке», это значит «не вне бочки». Что значит «в доме»? Значит, «не за пределами дома». Вот слово «вэ» – это внутреннее по отношению или по сравнению с внешним, именно это и означает. Вот что такое «внём бытие». Так вот, вот теперь я могу вам назвать ещё одну категорию, до которой трудно додуматься, до его определения, потому что вы такого в словарях не найдёте. Это вы найдёте только в науке логики Гегеля. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве с другим моментом этого нечта, в нём бытием. Я думаю, я непонятно выразился. Я ещё раз повторю. Это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве с другим моментом этого нечта, с в нём бытием. Сейчас я переведу. Что значит «находится в себе»? Это качество, которое сохраняется. Если вы умный человек, у вас ум этот не пропадает. Вы и сегодня умный, и завтра умный, и красные пришли умные, и белые пришли умные, и есть социализм умный, и нет социализма, он всё равно не дурак. Так? Значит, это относится к вашему в себе, то есть к вашему равенству с собой. Они улетучиваются. Если человек коммунист, он не перестаёт быть коммунистом от того, что пришёл Ельцин к власти. А если он, так сказать, когда Ельцин пришёл, перестал быть коммунистом, значит, и раньше он не был коммунистом. Это не было его определение. А это была его форма. Он карьерист, он хотел пробраться наверх, поэтому пошёл в правящую партию. Сейчас он идёт в единую Россию. Завтра, если будет другая правящая, в ту побегут. Поэтому и говорят, не партия, которая получила власть, а партия власти, а не у власти. Ну, вообще-то надо бы говорить, у власти какая партия сейчас. Нет, это партия власти. Чиновники, как стадо, перебегают из одной партии в другую, в зависимости от того, как она называется. Был наш дом в России, они туда бежали. Было отечество, часть была в отечестве. Мы же помним, как происходило это всё движение. Вот это вот называется качество, которое есть в себе. И оно находится в единстве с внём бытием. Если я человек порядочный, и вы меня столкнуть хотите с этого порядочного пути, то я буду упираться. То есть я в нём бытие. В том смысле, что я за свою, так сказать, порядочность держусь. Я сопротивляюсь. Я противлюсь переходу в другое, а не просто я. Вот такой вот сложился. Ветер донул, и я уже непорядочный. Так, когда мы говорим об определении, это устойчивая определённость. Это та, которая сохраняется в изменениях. Вы изменяетесь, а всё равно, как бы вас не изменяли, а вы всё равно остаётесь человеком. А есть люди, которые не могут удержать в себе вот это качество, тогда это не их определение. Вот видите, какое интересное определение. Оно, в общем-то, и понятное, но строго выражается. Оно так вот, на первый взгляд, совсем непонятно. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность, находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием.